Сажают и убирают, производят и перерабатывают. Теперь еще и активно продвигают свою продукцию в сложных экономических условиях. Вот такой современный аграрий. И это вполне конкретные люди. Да яркие механизаторы, зоотехники, агрономы и руководители крупных и небольших хозяйств. Их называют сливками молочной отрасли. Правда, сливкам приходится не сладко. В пригородном трудятся не только большие мастера своего дела, но и рекордсмены. Вера Безносикова рядом с буренками четверть века. Начинала молодая доярка с 4000 литров в год. Сегодня удои перевалили за 6000. О другой профессии Вера Безносикова и не думала. Сюда пришла, отсюда и собирается на пенсию. И даже ручной труд, а его на ферме хватает, женщину не пугает. Картошку все надо вручную раздавать. Ну все, все, все. Что есть, все, все у нас. Весь ручной труд. Какие-то тачки не проявили? Да. А пилки все это надо тачками завозить, рассыпать под каждую корову вот это. Четыре тачки в день завозим. Молодежь профессию заманить тяжело, переживает Вера Безносикова вместе с коллегами. На выручку приходят новые технологии. Так технический прогресс решил кадровую проблему в Ухте. Племхоз из Ваильски 97 долго и безуспешно искал доярок. В итоге решил купить роботов, а за роботами потянулись и люди. По словам самих сотрудников хозяйства, теперь работа одно удовольствие. К хорошему быстро привыкли пекари Сыктывкар хлеба. Им в помощь установили новые печи. Весь процесс контролируется автоматически. За одну смену теперь здесь выпекают 130 тонн хлебобулочной продукции. И все же гордость этого цеха – лечебные и лечебно-профилактические изделия. Их больше десяти наименований. Диабетические и диетические, с морскими водорослями и тыквенными семечками. Есть среди них эксклюзивные виды, например, хлеб Вита. Хлеб с мукой крупяных культур, ячменный и гречневый. Употреблять его могут как больные с сахарным диабетом второго типа, так и просто в лечебно-профилактических целях. Хочу сказать, что это изделие выпускают только два предприятия в России, в том числе и мы. А это уже новинка от кооператива Коми-рыба – копченый карп. Премьера этой рыбы на прилавке уже прошла и успешна. Специалисты в этом и не сомневались. Здесь же по соседству упаковывают уже проверенную годами и покупателями форель. Кстати, коптят всю продукцию на древесных опилках. На выходе экологически чистый продукт. И все же главное его преимущество перед приезжими конкурентами – вся рыба сразу попадает в цех прямо из пруда. Уже скоро здесь значительно вырастут объемы производства – до 500 тонн форели в год. В Кажеме, где базируется одно из способных хозяйств кооператива Коми-рыба, ввели в строй новую плотину. Птицефабрика «Зеленецкая» тоже реализует многомиллионный проект по реконструкции свинокомплекса. К 2016 году производство свинины здесь планируют увеличить в три раза. Сегодня предприятие попало в российскую десятку самых успешных в отрасли АПК. Работают здесь и над развитием собственные торговые сети, а также осваивают Север. Так фирменная точка появилась в Печоре, дальше Усинск, Паркута. А Сыктывкарский молочный завод договорился с федеральными сетями. Сегодня в крупных магазинах можно найти наш кефир, масло и даже молочные деликатесы – крем творожный. Причем на самом завидном месте на прилавке. Продукция Сыктывкарского молочного завода пользуется высоким спросом у наших покупателей. Поэтому у нас не возникло больших сложностей при входе в сети. Мы предложили им товар, который является высокооборачиваемым. Мы предложили им продукцию, за которую покупатель сам приходит. Тем временем в Уссильме пока еще только готовятся к завоеванию рынка и планируют стать передовым центром развития овцеводства в регионе. Первый уверенный шаг уже сделан. Здесь открыли новую овчарню на 500 голов. Строительство фермы было на особом контроле главы КОМИ Вячеслава Гайзера и Минсельхозпрода Республики. Общая стоимость проекта – 18,5 миллионов рублей. Выращивать местные аграрии будут овец Печорской породной группы. Процесс по уходу за животными максимально механизирован. В этом году сельхозпредприятия получат еще 3 миллиона рублей господдержки. Деньги выделили на сентябрьской сессии. Всего же бюджет АПК до конца года дополнительно пополнили на 50 миллионов рублей, включая средства на техперевооружение, на обустройство убойных площадок и на содержание крупного рогатого скота. Эти средства были в первую очередь предусмотрены для увеличения ставки субсидий при приобретении комбикормов нашим сельхозтоваропроизводителем. Увеличена поддержка на 30%. С чем это связано? В первую очередь из-за того, что в 4 квартале прошлого года произошло риск увеличения цены комбикормов. Уже сегодня наши аграрии учатся жить по-новому. Членство России в ИТО подразумевает свои условия. Нашим экологически чистым продуктам придется конкурировать с дешевыми, генетически модифицированными аналогами из-за границы. Поможет в этом акция «Выбирай наши» и проект Коми-ферма. Сельхозпроизводители стараются, чтобы свое родное было более узнаваемым и популярным. Жители же Коми уверены в качестве местного мяса, молока, рыбы и овощей. Поэтому наши аграрии выстоят в конкурентной борьбе, конечно, при активной поддержке государства. Редактор субтитров А.Семкин